Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня свяжем ручейник, как я его... И продолжаем эту тематику, пятиминутка. То есть, имитация свободно живущего ручейника. Крючок я взял граб-шримп, но сейчас я вам вот так вот поверну и покажу. Как вы видите, с очень хорошим отгибом жало в сторону. Если вы найдете такой крючок, это будет более предпочтительно. Так как гарантирует вам хорошую подсечку рыбы. Даже если вы прозевали немножко поклевку. И обыкновенным свинцом, но слегка прокатал я его так, чтобы была вот такая у меня цилиндрическая неровность, огрузил. Нить мы будем использовать белую. Материалы. Давайте я в процессе вам все буду теперь рассказывать. Значит, не выравниваем, не подравниваем ничего, учитывая то, что у нас достаточно плотное будет тело. Оно из белой шерсти. Поэтому сейчас нам необходимо обозначить хвостик, который есть у нашего коготочки ручейника. Я беру с расчетом того, что оттенок у меня будет в оливковых тонах. Вы можете для себя подобрать или же перо куропатки, или же, допустим, как у меня имеется вот по остаткам перо, вот такого желтого цвета, близкое к оливке. И оторвем небольшую щепоточку для того, чтобы обозначить нам заднюю часть нашего ручейника. Величину и, допустим, длину подбирайте соизмеримо со своим крючком. Естественно, мы немножко его еще потом подрежем. Притяжной петлей подхватываем весь материал, так, чтобы он у нас закрепился. И в одной точке хорошо промотали. Как видно, длины этой у нас будет много, поэтому я сразу беру и укорачиваю. Сделали покороче. В качестве чехлика, который крепится на спинку у наших ручейников, я взял вот такой кусочек пленочки латекса. Это, скажу вам сразу, можно взять в наборах хендесовских, можно отрезать, как я уже показывал, из полиэтилена. Любой материал, который у вас будет под руками, можете использовать. Сразу же крепим здесь у нашего загиба. Следим за тем, чтобы у нас равномерно распределилась наша пленка. Не было загиба. Вот этого более качественно будет выглядеть наша мушка. Закрепили. От себя я просто добавляю небольшой вот такой люрекс, который слегка приукрасит моего ручейника. Закрепим здесь. И сразу же, где я закрепил люрекс, я беру, креплю леску. Леска приблизительно толщиной 0,08 до 1. Не старайтесь использовать очень толстую леску, так как нам здесь не надо показывать ребрышки. Нам просто надо просегментировать. И здесь сразу проматываем, крепим вот так полностью весь наш материал. И доводим до места крепления нашей пленочки. Убираем материал, чтобы не мешал. Тело можно изготавливать, как из даббинга. Но, учитывая то, что у нашего ручейника хорошие жаберки, я буду использовать вот такая есть нить для вязания ручного ангора. Цвет подберете для себя сами. Но, учитывая то, что я всегда стараюсь использовать белый, а потом можно придать любой оттенок. Закрепим нашу прядь вот такими виточками. Промотали. Можно ничего не подравнивать. Теперь нам уже практически белая наша нить не нужна. Делаем завершающий узел. И подготавливаем теперь другую нить. Но, прежде чем мы будем крепить другую нить, мы сейчас с вами должны слегка промазать клеем наш свинец. От этого мушка наша будет еще крепче. Это проверенный вариант, который уже прошел рыбалку и хариусом, и форелью, и нашей благородной белой рыбой, как карась и карп. Сделали первый виток. И теперь нам желательно вот все волоски, которые ворсиночке торчат в нашей шерсти, спокойненько убирать в сторону нашего жала. Аккуратненько вот так убираем. Нет никаких здесь утолщений. Чисто цилиндрическое тело нашего ручейника. И проматываем вот так аккуратно, если есть необходимость, два раза пройти ниткой по одному месту, но так, чтобы у нас тело было ровное. И доходим теперь с вами до окончания свинца. Берем обыкновенный перодержатель, подцепили нашу прядь. Она никуда не денется. И закрепим теперь другую нить. Закрепили другую нить. И теперь я беру аккуратненько, как вы захотите по вашему желанию, выберите для себя угол. Пока ничего не расчесываем, не подравниваем наш мех, который имеется у нас уже на теле. Проведем небольшую сегментацию нашего ручейника. Дошли до колечка, закрепили и остатки сразу удаляем. Значит, теперь остается вариант выбора за вами. Если вы решите сделать его в оливковых тонах, пожалуйста, можно подкрасить. Если вы хотите, чтобы у вас ручейник был серый, не подкрашивайте, вода спокойненько все перекрасит. Учитывая то, что я взял пленочку вот такого оттенка, у меня он будет серо-такого коричневого цвета. Панцирь, который у него хитиновый, сверху находится. Он достаточно крепкий и зачастую всегда несколько темнее, чем сами жаберки и тело. Поэтому я не подкрашиваю мех, а возьму слегка, подкрашу коричневым фломастером с внутренней стороны сам будущий чехлик. Подкрасили. Теперь нам необходимо его закрепить. Но учитывая то, что у нас наш ручейник еще имеет лапки, я нить перевожу там, где у меня будет крепиться грудка. Аккуратно переламываем наш чехлик, пленочку, и крепим его в районе нашей грудки. Закрепили. Берем леску. Ничего пока не убираем. Поставим крючок в удобное для нас положение. И леской уже нам видно, где проходить, я обозначил своим люрексом. Просегментируем наше тело. Остатки удалим. Пленку не отрезаем. Я закрепил в качестве лапок вот такое перышко японской перепелки. Подобрал по величине лапки. Можно обмотать пером, можно каждую в отдельности лапку, можно из охотничьего фазана. То есть, вариантов изготовления безграничное. Теперь нам необходимо изготовить саму грудку. Я возьму так же, как я уже неоднократно вам показывал, это вот подшерсток, который вычесал из кота. Нанесем на нить клея, ваксу, что у вас имеется. И с вами изготовим достаточно прочную, но в то же время объемную грудку. Она должна быть или серая, как вот в моем варианте, или же оливковая. Подбирайте оттенок и цвет по своим личинкам, которые обитают в ваших водоемах. грудка должна, как я уже сказал вам, пышненькая, несколько, чуть-чуть, не совсем сильно, но достаточно должна быть больше, чем диаметр тела. Не забываем оставлять свободное место у колечка, так как там будет у нас крепиться много материалов. Приблизительно вот такой величины будет нам достаточно. Это вот грудка и обозначим потом оловку. Теперь, как обычно, взяли сколько нам необходимо количество наших бородок для изготовления и закрепим здесь перышко наше. Вышло у нас приблизительно вот такая конструкция. Теперь, учитывая то, что ширина пленки у меня несколько уже, я ее не отрезал, то есть, я стараюсь вам всегда показать, как можно изготовить из неудобного положения. Поэтому, нам сейчас необходимо нашу пленку уложить вот так слегка. С одной стороны выберите для себя сами левую или правую сторону и пленочку мы с вами должны потом переломить. Промотаем уже здесь, так как мы возвращаться к нашей головке уже больше не будем. Обозначим. Переламываем ее. Слегка увлажнили наши перышки и вот так на косую перекладываем с другой стороны, там, где была наша грудь. Это мы хорошо с вами вот как вам видно закрыли грудку узким узкой нашей пленочкой. И теперь остается только лишь удалить остатки и навести порядок на нашей мушки. Вот и все, друзья мои, мы с вами сделали завершающий узел. Я слегка покажу вам, если попадется вот такой, чтобы вам было видно, маркер. Это специально для изготовления и подкрашивания нахлыстовых всех мушек наших. Довольно таки проверенный, японский. значит, я подкрасил слегка этим маркером бок с одной и с другой стороны. Как вы видите, брюшко я не подкрашивал. Это у нас имитация наших жабер, трахей, которые находятся у нашего ручейника. Вот и все. Как вы видите, вот достаточно, как говорит моя мама, если бы ты меньше разговаривал, то сделал бы быстрее. За 7-8 минут спокойно можно изготовить вот такую нимфочку ручейника, которая с превеликим удовольствием и форель, и хариус, и вся другая белая рыба. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!